Поговорим об ошибках при интервальном голодании, которые могут повлиять на результаты. Первое. Вы резко начинаете голодать, и организм не успевает адаптироваться. Некоторые хотят всё и сразу, и иногда процесс может идти слишком быстро. Например, вы только начали, но годами придерживались обычной диеты американца, а теперь начали голодать, но у вас проблема с сахаром в крови. Вы не дали организму обычные три дня на адаптацию. Это как разгон с нуля до полутора сотен, то есть вы сразу перешли на одноразовое питание. Из-за этого, вероятно, вы станете раздражительным, будете жутко голодным и, скорее всего, сорвётесь. Решите, что это не для вас, и сдадитесь. Но на самом деле, если вы сделаете всё правильно и не станете прыгать выше головы, то всё получится. Следующая ошибка. Вы едите слишком много углеводов, даже не осознавая этого. Иногда это называют типа кето. Когда я разговариваю с людьми, они иногда говорят, что соблюдают кетоденную диету, а она не работает. Тогда я спрашиваю, что они едят. И оказывается, они не знали, что фрукты — это углеводы. Или, например, рис. Или ботат — тоже углеводы. Они не осознают влияние даже малого количества углеводов на нахождение в кетозе. Это может выбить вас из строя на два, а то и три дня. Я имею в виду выбить из кетоза. Требуется время, чтобы войти в кетоз. И лишь немного углеводов, чтобы выбить вас из кетоза. Если вы потребляете их пару раз в неделю, это может быть причиной отсутствия результатов. Диета 5 на 2. На этой диете вы едите всё, что хотите, в течение пяти дней. И затем в течение двух дней, обычно это выходные, снижаете калории до 500 в день. Получается двоякая ситуация. С одной стороны, всю неделю, в общем-то, едите, что хотите, а на выходных едите меньше. Этого времени недостаточно для полной адаптации к кетозу. Вам будет очень сложно. Это будет очень болезненно, некомфортно. Вы не захотите это делать. И с большой вероятностью вы сорветесь и решите, что это не для вас. Издадитесь. Так что, если хотите голодать, советую именно голодать. Не пытайтесь провернуть номер с 500 калориями и думать, что адаптируетесь. Это не сработает. Четвёртая ошибка. Вы голодаете, но когда едите, калорий недостаточно для достаточного количества нутриентов. При уменьшении калорий нужно увеличить количество нутриентов в пище или дополнять пищу добавками, чтобы получать все нутриенты. У еды есть две функции. Первая — топливо. Вторая — нутриенты. Во время голодания вы используете в качестве топлива собственный жир, но вам нужны и нутриенты. Если не потреблять достаточно калорий, скорее всего, вам будет не хватать нутриентов. Сначала ничего не будет заметно, но, скажем, через несколько недель или даже месяцев начнут выпадать волосы, начнутся проблемы с зубами, кровоточивость, дёсен и так далее. Можно не беспокоиться о калориях, но еда должна быть богатой нутриентами. Итак, пятая ошибка — употребление некачественных продуктов. Допустим, вы голодаете, а затем вы едите порошковый соевый протеин. Он очень низкокачественный и содержится во многих продуктах. Из-за таких низкокачественных продуктов вы не будете выглядеть здоровыми. Я не говорю, что вы будете выглядеть как наркоман, но немного можете смахивать. Следующая ошибка, шестая. Вы не потребляете достаточно калия, витаминов группы В и микроэлементов, чтобы организм ни в чём не нуждался. Подумайте, мы голодаем, чтобы улучшить здоровье. Включаются все виды генов — антивозрастные, гены, которые помогают уменьшить воспаление, которые помогают восстановить ткани мозга. И если нет запаса нутриентов, и вы голодаете, а когда едите, то употребляете обычные продукты, в итоге у вас возникнет дефицит, и начнутся проблемы. Ко внешности наркомана добавится учащённое сердцебиение, выпадение волос, а так всё супер. Седьмая ошибка. Если вы веган и соблюдаете кето, вам обязательно нужно принимать B12, DHA, цинк и, возможно, железо. Вы их не получаете, если не употребляете продукты животного происхождения. Восьмое. Вы на интервальном голодании, и когда едите, соблюдаете кето, но с низким содержанием жира. У некоторых людей всё ещё есть жирофобия, и они стараются потреблять поменьше жиров. И если в арселоне мало углеводов и жиров, чем-то это должно компенсироваться. Белком. Слишком много белка может создать проблему. Когда вы сокращаете жиры, вы также сокращаете жирорастворимые витамины, жирные кислоты, омега-3. Все эти незаменимые вещи связаны с жиром. Спасибо за просмотр. Посмотрите следующее видео о других кето-ошибках, которые многие совершают, даже не осознавая этого.